Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Много спрашивают про потеряек, про детей, приехать какое время, поэтому людей ознакомливают. А как к вам власти относятся? Ну у нас противоречий никаких нет с властью. Ну а вот вы верующие, как что? У нас все делается по разуму, по уму. И поэтому где в интернете про нас говорят, что там я ничего почти не нахожу верного. То есть, бред. Вот допустим один из протоколов. Протокол общего собрания деревенской общины поселка Потеряевка 8 декабря 1997 года. Всех жителей присутствовало 16 человек. Повестка дня первая. Перспективы развития поселка Потеряевка. Второе. Разное. По первому вопросу выступил отец Аким Лапкин. Было предложено избрать доверенное лицо деревенской общины поселка Потеряевка для ходатайства от имени по деревенской общине поселка Потеряевка в государственных органах и иных учреждениях по всем вопросам жизни и развития поселка Потеряевка. Доверенным лицом было предложено избрать Лапкина Игнатия Тихоновича и выдать ему доверенность. Пищать уже была сделана. Бланки у нас есть. Вопрос был вынесен на голосование. За 16 против нет. Воздержались нету. Принято решение выдать Лапкину Игнатию Тихоновичу, проживающему в городе Барнаул, улице... У паспорта железнодорожного района. Для чего? Для осуществления полномочий для решения по существу всех вопросов, связанных с восстановлением поселка Потеряевка, Мамонтовского района. Специальный документ. Я с ним являюсь в краевую администрацию, прокуратуру, там везде есть. Дальше. 14 января 1998 года. Поселок Потеряевка. Протокол. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка, Мамонтовского района, Алтайского края. Всего членов общины 15, присутствуют на собрании 13. Старосты общины Варабаш Игорь объявил, что на повестку дня общего собрания общины наносится один вопрос. О присвоении Лапкину Игнатию Тихоновичу 1939 года рождения звание «Почетный житель поселка Потеряевка» к принятию его в члены деревенской общины с правом голоса на собраниях общины. Вот главное того для чего? Голоса, чтобы иметь. Варабаш Игорь Анатольевич Александрович предложил избрать председателя из секретаря собрания. Председателем предложил избрать отца Якима Лапкина Якима Тихоновича, с секретарем Варабаш Елену Анатольевну. Вопрос поставлен на открытое голосование. За 13, против нет, воздержались нету. По вопросу повестки дня выступил Варабаш Игорь Александрович и предложил, учитывая титанические труды Лапкина Игнатия Тихоновича по восстановлению поселка Потеряевка, присвоить ему звание «Почетный житель поселка Потеряевка» Мамотовского района Алтайского края и по утверждению своих слов привел статью из газеты Мамотовского района в свет октября, от 11 сентября 1990 года. Еще не начинали Потеряевку восстанавливать, уже статья была. Начинается статья. Лапкин Игнатий Тихонович является уроженцем ныне существующего села Потеряевка, Мамотовского района. А есть ли сокровенное желание у Игнатия Лапкина? Знакопроса. Он говорил о главном желании возродить для родной Потеряевку. Попытки решать этот вопрос были, но пока, как он говорит, не приспело время. Ну и правда. Еще Гакачап и не пришел. Что же помогло ему возвратиться к истокам? У него свой ориентир Вера Ритунский. По этому вопросу выступил отец Аким, Лапкин и Аким Тихонович, который поддержал предложение барабаш Игоря Александровича в связи с тем, что Лапкин Игнатий Тихонович проводит огромную работу, направленную на восстановление поселка Потеряевка, Мамотовского района, и предложил присвоить ему звание почетный житель поселка Потеряевка. А также в связи с тем, что основной целью деревенской общины является восстановление поселка Потеряевка на основании православных и старинных русских благочестивых обычаев, для чего Лапкин Игнатий Тихонович прилагает значительное усилие принять его как почетного жителя поселка Потеряевка в члены деревенской общины с правом голоса на общем собрании. Председательствующий на собрании вынес вопрос о присвоении Лапкину Игнатию Тихоновичу звание почетного жителя. Выкинь сколько вопросов повторяю, но в общем собрании. Поселка Потеряевка. Все и дальше присвоили. Дальше. У нас теперь уже как село, все официальные документы государственной власти. Прошение от деревенской общины поселка Потеряевка. Уважаемый Игнатий Тихонович, просим вас проводить божественные занятия с нами в поселке Потеряевка хотя бы по воскресеньям и религиозным праздникам, как вы проводили такие тематические занятия с 1991 года в время начала восстановления поселка. Эти занятия дают нам знания, силы на борьбу с грехами, помогают спасению нашей души, прекращение занятий повлечет за собой полное угощение духовной жизни в деревне. Загаснет Нива жизни. Эти занятия мы всегда посещали добровольно, с охотой и пользой для нас. Пусть занятия, как и прежде, проходят в лагере Стане, а в холодную погоду в трапезной. 27-й, на 4-й, на 4-й. Видите, какие дела. Как будто бы в космонавты принимают куда-то, но это официально. Без этих документов меня никто бы не принял. Фильм «Преображение» был. «Преображение возможно только через соборное покаяние всех», считает кинорежиссер Юрий Малашин. Надежды на возрождение всего богатства культуры сейчас во многом связывают с церковью. Готова ли к этой миссии русская православная церковь? Об этом с человеком верующим, кинорежиссером Юрием Николаевичем Малашиным, беседует корреспондент Сибирская газета Виктор Титов Юрий Малашин Юрий Малашин Было впечатление, что авторы ряда фильмов пришли в церковь во время съемок. Это те «диванные» христиане, которые сидят на диване и могут говорить о церковности, и тут же курить, могут креститься и тут же скоронословить. Хочу подчеркнуть, что быть христианином – колоссальный труд. Как трудно было сохранить веру среди полного безверия. Я говорил о нашем фильме, что перед показом пришлось многое вырезать. Сейчас вынуждены рукополагать людей, не читавших священное писание. Наша картина «Преображение» не более чем надежда на преображение страны тюрьмы в страну храм. Есть еще один уважаемый мною человек – Игнатий Лапнин с Алтая, известный правозащитник, философ. Он тоже один из героев картины. Им были наставлены на путь церковный племянник Суслово Геннадий Яковлев, он служит в Иркутской области, и Геннадий Фаст – священник и зенесейский интеллигент. Просветитель. Без таких бунтарей, как Бурдин, Лапкин и Фаст не появилась бы надежда на обновление. Оператор Борис Стравкин. Так пишет. Сибирская газета. В 37-е Юрий Малашин снял полнометражный фильм «Глаз опиющего» или «Второе крещение Руси». Он проехал с патриархом Алексеем Вторым по всей Сибири и делал съемки. Но весь фильм получился в облечении московской патриархии. И на Малашина Юрия Николаевича были устроены страшные гонения, преследования. Малашина называли «Мозг новосибирской киностудии документальных фильмов». Он снял около ста кинокартин. И ни одна так трудно не проходила на экран, как про Потеряевку. Говорил он в последнюю встречу. Когда он был в Москве, у него сожгли дачу со всеми архивами. Вскоре он поехал заканчивать фильм о Саяно-Шушенской ГС и был найден в бессознательном состоянии в гостинице, где и умер. Он сильно опасался за свою жизнь от мафиозных структур московской патриархии. Когда же он умер, то в Покровском соборе города Барнаула священник московской патриархии не удержался от того, чтобы не позлорадствовать, сказав «Это его Бог наказал за то, что он говорил против московской патриархии». Они не судят ничего, просто так. Дальше. Это какой сейчас считали мы? Вот это вот? Устав деревни, да. Это устав деревни. А это что? Протоколы. Протоколы вот это? Да. Протоколы посмотрели. А вот это давай почитаем так. Это про Потеряевку. Дальше еще. Решено Потеряевку. Это школьников привезли в Потеряевку с соседнего села, до него километров 15. Поход. И девочка одна так пишет хорошо. Поход. Вот тот, кто ходил в него, знает, что поход начинается задолго до того, как ты взял рюкзак и в путь. Так и для нас, учеников, теперь уже 8 класса, само ожидание похода, планы, мечты уже были праздником. Но все рухнуло, когда оказалось, что через лес или в лес идти нельзя. Пожароопасная ситуация, как говорит мой папка, лесник. Да и клещ этой весной буквально озверел. И у нас остался один выход, идти в Потеряевку. Тем более, в прошлом году мы там уже были и принесли много чудесных впечатлений. Там, в детском лагере Стань, организованном Игнатием Тихоновичем Лапкиным, даже ласточкам жить уютно. Их никто не обижает. Это в лагере. Прямо столом едят, и прям рукой подними, и ласточат, и в храме у нас везде ласточки. Их гнезда мы видели в домиках-крикелях, где спят дети, и даже на кухне над плитой. Там вообще трепетно относятся ко всему живому. В окрестностях Потеряевки обитает множество видов птиц. А где вы еще можете полюбоваться милыми щекастыми мордашками сусликов, которые не боятся людей, так как доверяют им, и подпускают к себе на два шага? Ну, два шага. У нас под столом бегали. Решено Потеряевка. И вот мы вместе с нашим классным руководителем Надеждой Ивановной Егоровой отправляемся в поход. Но поход это не совсем верно сказано, потому что по такой жарище нам ни за что своими ногами туда не дотопать. Но, к счастью, директор совхоза Алексей Михайлович Киселев выделил нам автобус, за что мы ему очень благодарны. Шофер дядя Толя Нестеров расщедрился и довез нас даже дальше, чем мы рассчитывали. Шагаем по извилистой дороге среди полей, удивительное чувство слияния с природой, друг с другом, чувство свободы, свежий воздух, раз в доле. Ради одного этого стоило пойти. Подходим к деревне. Мы уже знаем, что сюда можно войти не каждому. Здесь свои правила и обычаи. Мы, девочки, облачаемся в платье, платки, снимаем украшения. Здесь принято одеваться только так. Как выразил... Слышите, говорят, ну как народ такой не знает. Еще не приехали, школьники идут с другой деревни, уже привели себя в порядок. И вот все-таки порядка нет. Попы совершенно не видят народ, не любят его. Ешьте, пейте, что угодно, лишь бы деньги нам отдайте. Вот они идут, уже знают порядок, уже дорогой переоделись, сережки вытащили. Еще раз говорю, если бы к вам тысяча пришла, и тысяча, все одинаково вели бы себя. Как выразился Игнатий Тихонович, женщине быть в брюках это мерзость. Это 22.5. Второзаконие. После того, как нам разрешили войти на территорию села, идем по улице. Место Бурьяной развален, что были здесь несколько лет назад, стоят уютные домики, коттеджи. Все благоустроено, есть даже маленькая моноочальная школа. А вот церковь с высоким куполом. В прошлом году мы были в ней. Все сделано руками самих жителей. Сколько здесь труда. Сколько здесь труда. Все началось с того, что Игнатий Тихонович и его брат решили восстановить родное село. Это благодаря их энтузиазму все началось и существует. Среди жителей много образованных людей, врачи, кандидаты наук, учителя. Подходим к лагерю Стану. Почему Стан? Потому что Стан это остановка, как бы привал на пути к добру, любви, Богу. О, видишь, как пишет хорошо, девчонка. Нас встречает Игнатий Тихонович. Прежде всего, напоминает правила, которые мы должны неукоснительно соблюдать. Наши мальчики уже знают, здесь нельзя ни курить, ни говорить грубые слова, ни лгать. А крапивкой по языку не хотите? Улыбается Игнатий Тихонович. Мы застали всех детей работающими. Кто пили дрова, кто складывает, те, кто поменьше, подбирает щепки. Ну, как муравейник. Ежедневный труд обязателен. Нам ответили и место под... Нам отвели место под палатки. Объяснили условия по пользованию колодцем, а вода в нем считается полезной, целебной. Дали кухоньку готовить обед. Ну, и, видимо, они стали там принести картошку, начистили на край колодца-то. И не сказали ничего. И туда картошку просыпали, потом вытаскивали, там воду выкачивали. Пригласили вечером на большой костер, который бывает всегда по пятницам. Игнатий Тихоныч привел нас по всему лагерю, обо всем рассказал, слушать его очень интересно. Он столько знает, так любит все, что сделано здесь. А сделано буквально из ничего. Ни денег, ни материалов, домики, саманная, игровая площадка сделана из слег, струганных палок. Воспитатели и повара здесь работают бесплатно, как и сам Игнатий Тихоныч. Люди добрые, приветливые. Все ходят здесь босиком, полезно для здоровья и не опасно. Нигде вы здесь не увидите ни стеклышка, ни сучка. Чистота. На кухне все блестит. На ней заправляются со своими помощниками Наталья Николаевна. Милая, улыбчивая, приветливая. Кстати, на лицах всех женщин всегда улыбка, как выразилась Надежда Ивановна. Какое-то доброе сияние. Здесь собираются дети из самых разных уголков страны. В тот день, когда мы пришли, ждали ребят из Томской гимназии. Как нам рассказали, часто эти дети из неблагополучных семей. Есть такие, от которых и учителя, и родители отказываются. Мы спрашивали у мальчиков, не скучно ли им здесь. Они говорят, что вовсе нет. Игры, купание, труд, отличное питание. Правда, мы очень удивились, что вставать им приходится аж в пять часов утра, а ложиться в девять вечера. Наверное, это трудно, но иногда они ложатся попозже, особенно когда костер. На нем удалось побывать и нам. Столько впечатлений. Кострища огромная, загороженная, все сидят на скамейках, бревнах. В костре уже спеет картошка. Ее засыпали с избытком на всех. Четыре ведра, объедение, да еще солью. Читали стихи, пели песни. Песни очень душевные, мелодии обычных песен, а слова божественные. О том, например, что мы все на этой земле под защитой Бога. Как бы ни было, тебе трудно, Он всегда поможет. Наши мальчики подружились с ребятами из лагеря, играли с ними в футбол. Ждали, что в этом году им пока не разрешается купаться. Вода холодная, но зато мы накупались в волю. Игнатий Тихонович дал нам даже спасательный поезд, и мы по очереди в нем плавали. В прошлом году мы не могли достать до дна в их пруду, но нынче, видимо, подросли доныривали до дна. Даже девочки. Надежда Ивановна сидела на мостике и переживала за нас. Но все обошло без жертв. Она все же оказалась нашей помощью мокрой с ног до головы. В общем, поход удался. Хотя были и трудности, особенно ночью. Еле перетерпели до утра. Холодина, палатки не спасали, ютились у костров. Игнатий Тихонович обещал нам в прошлом году дать нашу школу бумаги, но нам не на чем было ее увезти. А теперь мы погрузили ее в автобус. Хватит ее надолго и всем. Ведь это сейчас такой дефицит. Берет эту бумагу Игнатий Тихонович в типографию «Алтайская правда». Остатки работы от печатных станков и дарит ее в школы, тюрьмы, больницы. В общем, туда, куда он приходит со своими словами добра, с помощью. Увезтики собраны, складываем палатки, убираем территорию. Нужно оставить все в таком виде, как было, без следов нашего пребывания. До свидания, Потеряевка. Суслики стоят столбиками у своих норок, и их розовенькие мордочки также словно прощаются с нами. Елена Воронина, село Подстепное. На фотографиях наших друзей с Потеряевки. Знамя труда. 14 июля 1991 года. Номер 59. Понятно. Вот люди незнакомые, которые не знают здесь, нападают. Кто бы ни приезжал у нас-то. Видно, что людям очень нравится. Так. Вот это что? Это Лагерестан. Ну-ка, давай, прочитаем. Подожди-ка. О Лагерестане. Так. Сколько, я не знаю, чтобы... Сколько здесь внизу? Посмотри страниц. Вон там один из чем-то. 8. 8. Ну, закачаем. Это войдет. Вот так. Чтобы видно было. Ну, давай, прочитаем. Документы. Из книги «До слова Божия нет уз». Управляющий Ишимской Сибирской епархии свидетельство. Настоящим свидетельствуется, что православный лагерь стан для христианинских детей, освященный в честь священномученика Климента Анкирского, относящийся к церковным общинам РПЦЗ, креста Возлижинска, города Барнула и свято-анфимовская села Потеряевка имеет свое существование и благоугодную деятельность архиерейское благословение, что и удостоверяен подписью и печатью епископа Евтихи 27 июля 1995 года. Копия письма в прокуратуру Алтайского края Было установлено, что православный детский трудовой лагерь в поселке Потеряевке Мамотовского района предназначен для отдыха детей, верующих в Бога. Нахождение в лагере существляется на добровольной основе согласия родителей и на основании устава, действующего на территории лагеря. В соответствии с христианской верой имеет место наказание, которое не носит характер мучений и истязаний, а имеет чисто символический характер в воспитательных целях. Лишение права купания, дополнительные работы, несильные удары ложкой по лбу. Когда за 15 лет ни одного человека даже не ударил. Ни одного. Это тоже для страха. Сеткой, авоськой, либо растением, лопухом и так далее. Сетку, авоську даже и в руках не держали. Нету. Прокурор Мамотовского района, советник юстиции Сухов. Это он ответил прокуратуру края, там жалобщики, которые жалуются. Прокуратура края сделала запрос. Он ответил, что ничего нету. 95-й год. Вот номер какой проверить можно. Новая статья. Детей из богатых семей в лагере Стане нет. Дальше. Недавно довелось в очередной раз побывать в детском православном лагере Стане в Потеряевке. Как известно, руководит им известный христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. О лагере Стане, о жизни детей в нем районная газета в свое время рассказывала. Что изменилось здесь за последние несколько лет? Пожалуй, главное изменение наконец-то появилась электроэнергия. Нам-то привыкшим к электроосвещению может быть непонятна радость обитателей лагеря Стана, а здесь вот холодильник теперь имеется, что уже немаловажно. Кстати, Игнатий Тихонович через газету просил передать обращение к потенциальным спонсорам. Возможно, кто-то пожертвует для лагеря еще один холодильник. Причем, не обязательно новый. Пусть он будет старый, но рабочий. Один списанный холодильник лагерю передали железнодорожнике города Барнаула. Однако этого мало. Вздумались здесь сделать для лагеря свою пекарню. Уже и тестомес раздобыли. Есть и небольшое новшество культурной жизни. Создали видеотеку из 80 фильмов. В жаркий июньский день жизнь в лагере Стане шла своим чередом и в строгом соответствии с распорядком. Подъем, завтрак, занятия, физический труд, купание в пруду. Когда я посещаю Лагеристан и наблюдаю, как ребятишки вручными пилами заготавливают дрова, всегда думая, стоило бы отправить сюда кое-кого из взрослых, чтобы научить работать как следует. Дисциплина здесь жесткая, но поддерживается на основах справедливости и христианской морали. Конечно, к Игнатию Лапкину можно относиться по-разному. Можно с ним спорить и не соглашаться. И в лагере Стане условия, конечно, далеки от идеальных. И представители санитарно-эпидемиологической службы нашли здесь несоответственно своим требованиям. Все это так. Коттенгер детей здесь не совсем традиционный. Вот, например, пацану, которого родители мотают срок. То есть за убийство. Понятно, что не за богоугодные дела. Сам он житель Барнаула. И трудно сказать, чем бы он занимался в летнее время в городе. Это пацан, пацанинок. Детей из приспевающих и богатых семей в лагере Стане нет, говорит Игнатий Тихонович. Это объяснимо. Они привыкли к иному отдыху и иному времяпровождению. Вот еще один мальчишка. Отца нет, мать спилась. На летний период его взяли под опеку в лагере Стане. Всего в конце июня здесь разместилось 29 детей. И у многих судьбы складываются непросто. Ритунский, фото автора, свет, октября, 75 номер, 30 июня 1998 года. Облом коммунистов. Некоторое время назад в краевой прессе появилась разоблачающая кавычки материалы о лагере Стане, созданном православным проповедником Игнатием Лапкиным. Лапкин в свое время пострадал от коммунистов за веру, боролся с той кавычках властью, а после падения коммунистического режима решил заняться созиданием. Стал отстраивать покинутую некогда людьми деревню Потеряевку, осваивать земли вокруг нее, устраивать пруды. На каникулах Лапкин уже много лет организовывает лагерь отдыха для детей из православных семей. Объявления в наборе в этот лагерь расклеиваются по Барнаулу, поступает печать, при встрече с родителями Лапкин всегда разъясняют им режим и условия жизни в лагере. Быть, прямо скажем, скромный, ни телевизора, ни дискотек, но зато чистый воздух, купание, рыбалка и прочие радости лета. Однако, счастливое детство восстало кое-кому поперек горла. Барнаульский большевик Геннадий Бавров написал статью о том, в каких ужасных условиях живут детишки. Самой сильной страшилкой был рассказ о телесных наказаниях в лагере, введенных Лапкиным для провинившихся детей. Понятно, что должны были распоследовать оргвыводы. Предполагалось, что будет возбуждено дело против истязателя, в кавычках, но Мамонтовская прокуратура в возбуждении уголовного дела отказала. Была проведена проверка, которая установила факт применения физического насилия в отношении детей и жестокое обращение с ними в лагере Стане, находящемся в поселке Потеряев Мамонтовского района, не нашли своего подтверждения. В действиях начальника и воспитателей лагеря Стана отсутствуют признаки состава преступления, предусмотрена статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было выяснено, что наказание в лагере это не мучение или истязание, а не носит скорее символический характер. Возбуждение уголовного дела отказано за отсутствие состава преступления. Кстати, хорошо было бы, если бы работу сотрудника прокуратуры, вынужденных проводить проверку по каждому подобному сигналу, оплачивали сам не сигнализирующий. Не людей, так хоть деньги свои пожалели бы. Сергей Кочельников свободный курс 21 октября 1999 года. Встречное течение Сам Игнатий Лапкин, комментируя скандал, говорит стандартам санитарных норм не соответствует вся жизнь нашей стране. Все заражено пестицидами, радиоактивностью, заразными болезнями. Вокруг лишние счета, сокращение жизни, вымирание нации, развращение молодежи, наркомания, преступность. Наркомания? Наркомания! Наркомания. Нет, они знают. Все ненормально. Наша любимая родина-мать вспомнит о сегодняшних подрастающих только тогда, когда они созреют для Горимов и Новой Чечни. За 25 лет существования лагеря Стана, ограбивавшее нас государство, не вырешило нам ни рубля. А сейчас уже 44 года. Это раньше было написано. Ни обслуга, ни начальник лагеря Стана за четверть века не получили от государства ничего, кроме угроз. По книжным нормам не проходят ни детсады, ни лагеря детские, ни лагеря для зэков. Это все знают. И вот тут, скажем о чуде Божьем, за два с половиной десятилетия нашего существования ни одного несчастного случая, ни одного заражения, ни одной серьезной болезни. И дети поправляются, наливаются здоровьем. Условия в лагере, конечно, далеко не артековские. Но силком в лагере никто никого не гонит. Наоборот, есть семьи, присылающие на лето сюда детей уже с добрых десяток лет. И возвращаются они, кстати, поправившими здоровье. Так что единственный в мире, известный всему русскому православному за рубежью детский лагерь Стан стал костью в лагере. Стал костью в горле, немерлитеративным чиновникам. Видимо, действительно, из идеологических соображений. Мы во многом не разделяем политические взгляды Игнатия Лапкина. Далеки от желания вылезать в межконфессиональные дискуссии. Но все же уникальный православный детский лагерь Стан должен иметь право на существование. Силком туда никого не гонят. А вот помочь там могут многим. Кстати, в мирное время, кавычки, единственный лозунг, висящий в Стане, Россия должна встать. Неужели это кому-то мешает? За диктатуру закона номер 10 6 декабря. Это такая газета. Каникулы в Потеряевке. Письма людей, побывавших в лагере Стане деревни Потеряевка. В прошлом году было несколько попыток закрыть лагерь Стан в деревне Потеряевка, возрожденной общиной нехристианского проповедника Игнатия Лапкина. Противники лагеря писали статьи в солидные газеты, наускивали на лагерь разные государственные службы. Однако лагерь выстроил. Нынче Игнатий Лапкин снова приглашает лагерь Стан при деревне Потеряевка детей самых разных возрастов. Тех, кто не знает, предупреждаем. Порядки в лагере строгие, подъем в 5 утра в распорядке молитвы, работа, но точно так же в распорядке купания в озере, катания на лошадях и другие развлечения. Вся жизнь в лагере Стане строится на основах Библии, что безусловно накладывает свой отпечаток на бытые общения людей между собой. Впрочем, пусть расскажут о лагере те, кто там уже был. Кавычки открыты. Мне очень понравилось в лагере, я хочу приехать на следующее лето. Больше всего мне понравился Потеряевки воздух, он нежный, еще мне нравятся звери и птицы. Я очень люблю озеро, там можно купаться и кататься на лодках. Мне нравится, как вы объясняете Евангелие, нравится, что в лагере все работают. Больше всего я люблю дежурить, стирать, копать солодку и шить. Помню, как нас провожали, мне жалко стало уезжать, потому что я была первый раз в степи в этом прекрасном месте. Здесь у меня появилось множество друзей, а самое главное, что потеряю в кейсе верующие. До свидания, писала Нина Курочкина, дочь священника племянницы епископа. Здравствуйте, Игнатий Тихоныч, пишет вам Баранова Ирина. Ваш лагерь самый лучший из тех, в которых я побывал. Это из дома они написали письма, а пришлось потом это показывать в суде. Благодаря вам и вашему лагерю у меня развился аппетит. Я научился еще лучше плавать, в первый раз каталась на лошади, да еще верхом. В первый раз плавала на лодке и научилась грести веслами. Все, кто был в нашем лагере из Тобольска, передают вам огромный привет. Я Петеримова А.П. Алла Патерина. Матч из старых детей считаю, что имею право высказать свое мнение и не так, как один раз побывавшая в лагере комиссия. Игнатия Тихоныч Лапкина знает 29 лет. Это сейчас она уже 41 год мы знакомы. Он глубоко верующий человек, любящий Бога, детей и свой народ. Мои дети теперь взрослые, почти каждое лето побывали в лагере, иногда и со мной. Могу судить обо всем не понаслышке. Здесь детей учат любить Бога, не обижать младших, любить труд, умело отдыхать. Вспоминаем об этом, как о светлом лучшеке своей жизни. Я Малютина Раиса Юлевна. Моя мать трех детей отправляла своих детей в лагерь Станд к Лапкину Игнатию Тихонычу. Впервые это было 9 лет назад. Они посещали лагерь три года подряд, и я почувствовал глубокие изменения в воспитании моих детей. Конечно, условия воспитания своеобразны в лагере, но это не сравнено с тем, что давали мне в моем детстве пионерские лагеря. Мои дети подросли, смогли оценить весь душевный опыт, который они приобрели в лагере Станей. Я ощущаю эти плоды в своей семье. Я очень благодарен Игнатию Тихонычу за его вклад в воспитание моих детей. Очень жаль, что лагерь находится под угрозой закрытия. Комментарии свободного курса газеты. Коммунистам и им сочувствующим, инициировавшим гонение на лагерь проверки и комиссии конечно виднее, как воспитывать детей. Это ведь при них Уголовный кодекс разрешал приговорить к расстрелу детей с 12 лет. Вот это воспитание они понимают, а слова божьи нет. Происходившее с Потеряевкой в прошлом году показало, что коммунисты так и не научились уважать свой народ. Право каждого человека на выбор пути. Они так и не научились уважать демократию, хотя научились пользоваться ее благами, например, свободой слова. К сожалению, по старой привычке, а зачастую из-за сочувствия руководства, многие государственные структуры воспринимают письма и статьи левых идеологических радикалов как руководство к действиям. Что поделаешь? Отсутствие смелости самостоятельно мыслить и самостоятельно принимать решения это еще одно наследие большевистского воспитания, которое кое-кому-то хочется вернуть. По скриптам. Дети, желающие поехать в Лагерестан, родители, решившие отправить туда своих детей, звоните по телефону 24-38-46. Там вам объяснят условия, дадут необходимые справки. Свободный курс 8-го июля 2000-го года, страница 10-ая. ГТРК, Алта, 4-й, 0-й, 4-й, 0-й, 1-й, 1-й, 6-й, 7-й. Отвечая на заявление протест группы телезрителей программы Лестничная площадка то есть выступили против нас от 17-го и 3-го 2001-го года по сути дела сообщает следующее. Первое. Все претензии изложенные в пункте первом, пятом заявления относятся не к программе как таковой, а к фильму пролог, фрагменты которого использованы в передаче. Третье. Но однако суд уже решил. С работы поснимали, кого куда выгнали и передачу эту закрыли. То есть все клевета была. Телефоном разговора с Игнатием Тихоновичем Лапкиным, который состоялся 26.03.2001 мною было обещано, что фильм пролог в наших программах больше цитироваться не будет. Игнатию Тихоновичу Лапкину был предложен другой вариант. Вместо прямого выступления Лапкина по телевидению, допусили, на который Игнатий Тихонович не согласился в период подготовки детских и летних лагерей к новому сезону мы в ряду других расскажем и о подготовке альтернативного государственного лагеря Стана в поселке Потерявка. Материал будет включено. Интервью руководителя лагеря Геннадкина Игнатия Тихоновича. Эфир видеоматериал выйдет в рамках самой популярной телепрограммы ГТРК Алтай Панорама. Главный редактор поделиведения ГТРК Алтай Пименова. Ну и так пришлось на дом приехали суд вынудил их просто приказали в такое-то время днем мне позвонили они предупредили из ГТРК чтобы смотреть и будет опровержение дали опровержение я не знаю там заплатить или что еще было. Вредный лагерь относиться к лагерям можно по-разному но странное дело все непонятно для некоторых людей почему-то сразу приобретают оттенок чего-то зловещего и опасного. Так вышло и с лагерем Стана но если в прошлые годы особого беспокойства кавычка для за детей отдыхавших в лагере так сказать общественность почему-то не проявляла есть себе и есть то летом в 1999 года отношение к лагерю Стана резко изменилось только за 3 летних месяца там побывало 15 комиссий и проверок некоторые СМИ края буквально скмаковали информацию о том что детей в лагере Стане якобы избивают а сам лагерь погряз в нечистотах и вот-вот станет очагом какого-нибудь инфекционного заболевания то есть ни перед чем не останавливались санэпиднадзор Мамутовского района закрыл лагерь Стан между тем весной 1999 года еще до начала лагерного сезона в краевой СЭС работники лагеря получили 5 санитарных книжек то есть не закрыли то есть вынесли решение никто не закрывал ни прокуратура никто не подтвердили и никаких санитарных норм не нарушали не нарушали в лагере постоянно использовалось 12 рукомойников на 20 детей работала комната для просушки одежды прачечная и 3 стиральные машинки мусор в лагере сжигался и на территории лагеря и вокруг него всегда было чисто откуда же появились постоянные нарушения санитарных норм о которых упоминалась газета так до сих пор и не ясно но и этого кому-то показалось недостаточно потому что Анна Игнатия Лапкина как начальник лагеря Стана попытались даже завести уголовное дело по факту применения физического насилия к детям но прокуратура Мамутовского района в возбуждении уголовного дела отказала из-за отсутствия состава преступления лагерь на проверку оказался чист к тому же мешает этот православный лагерь Стан неужели мы опять скатываемся к временам коммунистического мракобесия когда людей преследовали за веру предков Олег Шнитко это не наши люди совсем даже мы знать не знаем Олег Шнитко от редакции по ряду сведений не последнюю роль в этом гонении на православных ребятишек играл председатель комитета по социальной политике КЗС Владимир Петренко за что верующих-то так Владимир Сергеевич ай-яй-яй молодежь Алтая 28 октября 99 года ну еще еще хватило инсульты как не бывало главный идиолог у коммунистов был все нету время опять ушло и опять все свободно ну все наверное там уже поэтому там следующее надо будет отдельно отключаю вот это не это 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 не это проклят я затащил его сюда это очень сильный материал это это вот это прочитали мы да а ну конечно но этого не было неплохо вас еще прочитали мы читаете поздно уже выше утром это останется где-то благодарю во славу Божию